Всем привет, с вами Неслава Артист, меня зовут Константин, мой никнейм ТВД. Я сейчас в Польше, на АМ Катовице, буду записывать для вас контент с нашим КС составом. Команда прилетела вчера, сейчас у нас уже медиа день, солнце светит и уже с утра начались жесткие баталии в настольный теннис. Боря, расскажи вообще про турнир, как подготовка к нему у нас проходила? Турнир крутой, но подготовка к нему не особо крутая, мы особо не тренились около недели, наверное, потому что кто-то играл в власт, кто-то чилил, вот, после этого были, так сказать, такие travel day, туда-сюда. Короче, особо игровых команд и тренировочных дней не было, приходилось долбить фасик усиленно. В целом, я думаю, это не особо проблема, если жестко нажимать кнопки в Counter-Strike. Это правда. А получится ли у нас нажимать кнопки, узнаем в следующей серии. То есть твои силовые дни проходили за вдавливанием фасик, правильно понимаю? Да, я вдавливал фасик, плюс я вдавливал AST зеленый, примерно на протяжении месяца по два с половиной литра в день и, конечно, хлеб с кетчупом и долбасой. Ой-яй-яй, посмотрите на него, какой красивый. Ну что, чувствуешь себя на 5% красивее? Я уже второй турнир чувствую себя как-то неловко. На Blast красит, сейчас красит. Нормально, нормально. Расскажи, как тебе было вообще на Blast играть? Да, слушай, прикольные представления. Вспомнил, каково было 10 лет назад. Поначалу какой-то мандраж был на первой карте несколько раундов, а потом как-то спокойно было, но нехватка практики, конечно, конфетит и фасик – это абсолютно разные вещи. Ребята молодцы, старались. Я считаю, что первую игру надо было выигрывать. Там пара микро ошибок, пара клач. Ну, прикольный турнир. Ну, слушай, здорово. Мне кажется, вы играли без давления, это прям ощущалось. И, на самом деле, пересмотреть было суперприятно. Нет, причем в матче с Liquid первые две карты мы играли на позитиве, такие думаем, типа хихиха, у нас была хорошая атмосфера, а третье, когда мы начинали чувствовать, что мы можем выиграть, уже было по-другому. Да-да-да, давление началось. Понятно, понятно. Борис Креативит на медиа дне. Первое. Ну и надо с очками. С очками сделай. Ну ты единственный очка. Еще Серега, но он не игрок. Серега из мышки не игрок. Ты класс, ты видел? Серега, нет, он просто игрок. Отводим камеру. Внимательный зритель заметил, что с нами сейчас нету Дани Донка. Владос, расскажи, почему он не с нами сейчас? Ему немного задержали визу. Наш Саня-психолог уже съездил за его паспортом с визой в Москву, забрал ему паспорт. И сейчас Даня уже находится в Милане. Сегодня вечером они прилетят и будут отдельно, весь ESL будет отдельно проводить для Дани медийку отдельно. Они будут с него фотографировать, снимать с ним какой-то видос. Но главное, что виза получит, но и сегодня он уже будет с нами. Ну для топ-1 игрока на Фейсити, я думаю, в принципе, можно и задержаться за работу. Да, да, да. Он там пока Элоси обузил. Понятно, понятно. Ну хорошо. Так что нормально. Ждем его. Так, Владос, зачем мы здесь? Сегодня мы будем настраивать нашли создачники. Но проблема в том, что теперь мы играем в новую игру, где небольшие есть проблемы с тем, чтобы настроить наши конфиги. Я думаю, это затянется надолго. А почему у нас странные конфиги? У нас нормальные конфиги, просто в КС-2 большие проблемы в переносить с одного компьютера на другой. Они не работают. Поэтому по факту тебе все приходится себя заново настраивать. На одного компьютера ты заново настраиваешь все свои бинды, настройки и прочее. Ну, плюс со звуком там будут какие-то проблемы, но сейчас будет у Мирослава спрашивать. Почему я люблю катавицы больше, чем Киоми? Потому что я играл на одной катавице, прошел до полуфинала. Играл я еще на одной катавице, я хорошо играл просто сам в целом в Counter-Strike в прошлом году. Вот, я играл в Кёльне, я отсосал хуй. Я играл второй раз в Кёльне, я отсосал немытый хуй. Наконец-то у нас есть игрок, который находится на этих стендах, да. Ох, я же где-то. Вон я. Это жестко. Я даже не думал, что вот так добавить. А так охуенно. Вот все люди, которые будут сюда приезжать, они будут нихуеть, я говорить. Наверное. Это что, Сокол? Это Сокол 5, ебать, это просто хуй. Почему Сокол 5? Не знаю, просто ник раньше не помню. Мало кто знает, но я знаю много. У тебя же есть халаш. Я с ним играть буду на этом парламенте. С ним тегом Сокол 5, let's go. Мне играть Сокол 5. Именно поэтому мы сидим вместе, Винь. TeamSpeak надо сделать, надо здесь и Counter-Strike, проверить все кнопки. Микрофоны. Работает Rion, как у своих 6 тиммейтов. Я потом настраивал, потом. У нас как-то было, мы тоже решили, да нормально все будет, а потом в Rio в плей-оффе играть начали, и было очень плохо все настроено. У Мирика обычно больше всего вопросов, да, по настройке? У нее там, да, со звуком какая-то есть определенная настройка, которая есть на всех, абсолютно на всех компах. Мы играли на Blast, у нас на Bootcamp, у него дома. Здесь, ну, дефолтно какая-то настройка звука, а здесь ее нету. Ни на арене, ни у нас в практисе. Мы не знаем, что с ним делать. Вчера три админа к нам приходили пытаться настроить, и сейчас опять пытаются настроить, не знаю, что получится. Мирик, что у тебя за настройка такая страшная, которой нет на ESL-компах, расскажи. Она есть везде, кроме этих компов. И что это? Просто настройка звука, там отдельная опция в настройках звука, которая мне нужна, типа я с ней играю всю жизнь. Как она называется? Loudness Equalization. Добрый вечер. Фейх-Такси live caption. Здесь есть Януш. А, я здесь двигатель. Да, это Януш. Он будет получить какие-то клочки. И я. Давайте начнем. И сегодня мы начинаем заниматься спортом. Сегодня мы сжигаем калории, ебашим железо. Не масса, ты как? Я вахарен. Его мы синтолом накачаем просто. У нас сегодня день ног. Он же так числит для съемок. Тут не будет прям какая-то хар-тренировка. Ну, как чё сказал, у вас форма, я запасная, я вообще. Мы сейчас будем на смерти ебашить. Это наша гача-качалка с Дмитрием Эдуардовичем Соколовым. И сегодня мы вам покажем пару примеров, как нужно правильно качаться. А в конце мы будем бороться. Они приклеены. Борь, возьми что-то другое. Эти приклеены. Приклеены? Не получается. Не получается у нас. О, Борь, 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 вот эти не приклеены, Борь. Мне кажется, вот эти нормально, они не приклеены. Возьми вот эти. Берется? Ого! Только что мы, вероятно, закончили наш медиа-день. Наша, так сказать, необычная активити. Была походка в зал, в спортивный зал. Мы жестко тягали железо. Я с Дмитрием Эдуардовичем Соколовым, а также с Шнюкс с Нактом. Занялись спортом, поправили свое здоровье. Один раз, как говорится, это самое полезное. Повторять мы не думаю, что будем. Вот. И сейчас мы направляемся обратно в отель. И будем готовить к нашим противникам. И играем завтра в контру. Здорово, комикс! Здорово. Ну что, Данек, как долетел? Прекрасно. Расскажи, почему ты так задержался? Как так получилось? Визу задержали, анлок. И что потом? Потом Саня тебя спас. Да. Как это произошло? Саня поехал, забрал мою визу, приехал обратно, забрал меня, и мы поехали вместе. Сказочно. Но сегодня про тебя спрашивали примерно 30 раз. Так что надо быть готовым оправдывать ожидания. Вар, бай и металин. Один тип остался. Варень. 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 Друг. Здесь написано, что еда дается. Входя в мою обитель, здесь стоит какая-то хрень. Здесь прохладительные напитки. Такое мы не пьем. Такое мы не пьем. Это еще хуже, туда вообще не смотрите. Тут можно посречься, то есть тысячу лайков, и я там сижу. Достольный теннис. Там какие-то печеньки, которые не рекомендуются к употреблению. Самое главное, что здесь есть, вот это, это чайник. Здесь вы можете сделать напиток температурой выше среднего, выше комнатной и употребить его на месте. Здесь красивые блюдечки, чашечки, чтобы с кайфом. А что ты употребляешь в сне снова? Что я употребляю в сне снова, я ем хлеб с кетчупом и колбасой и зеленый чай. Гамикс это пиздец. Почему ты так его называешь? Пусть он сам расскажет. Это ментальти, это образ жизни. Пейте воду. Нет, Кристиан, тебе пока, пока рано. Это секрет. Еще не вечер. Повторяешь, например. Пейте воду. Какой совет ты бы дал себе десять лет назад? Пейте больше воды. Все остальное, хуйня, она живная. Следите за этим спиртом Telegram и первыми узнавайте обо всех новостях в жизни команды. А в закрепленном сообщении вы можете найти приятный бонус. Теперь в 2024-м расскажи, в каком состоянии команда, какие планы на сезон, как прошел Blast и в каком состоянии мы подходим к этому турниру. Мы вышли из отпуска примерно 4-го числа, начали тренироваться. У нас поменялся снайпер, важная роль. Дима другого формата игрок, нежели Артем. Изначально план заключался в том, что он адаптируется под те вещи, которые у нас уже разобраны и наиграны. При этом, дабы адаптация проходила органично, на каких-либо разборах, если у Дима есть какое-то свое мнение или какое-то свое видение, мы к нему прислушиваемся и стараемся сделать так, чтобы ему было комфортно. Мы готовились к Ромеро около двух недель. Прошли его не без проблем, у нас было два близких матча на овертаймах, но это связывается с тем, что у нас был долгий перерыв без официальных матчей, плюс бестов один, все хотят на мажор, давление и так далее. Хорошо, что вышли, каждая победа была полезна, поражение тоже. Мы сделали выводы, посмотрели демки. Дальше бласт, на который мы вынуждены были поехать с двумя заменами. Играл я и Олег из академии. Ну, для меня прикольный опыт. Вспомнил, каково это вообще играть в КС, именно в конфетте, на крупном классном турнире. Мы подходили к турниру без каких-либо ожиданий, при этом делали все от нас возможное. Мы разбирали какие-то раунды, пытались сбалансировать роли. Ну, в общем, отыграли, как отыграли. В целом, ребята молодцы. Хотел бы отметить Олега, я не ожидал, что он так уверенно сыграет на своем первом крупном турнире. Это впечатливо, молодец. И во время бласта, учитывая travel day, то, что нужно отыграть бласт, фактически готовиться. Мы подходили с минимальным количеством тренировок. У нас было 7 дней без праков. Сейчас мы приехали сюда, понимаем, что те наработки, которые мы делали после отпуска, их нужно снова пробегать, снова обсудить, да. И зайдем играть от игры к игре. План такой, что набирать, играть по плану. И я думаю, что именно готовится для нас в каточный турнир первый, на котором нужно постараться показать свой максимум. Дальше у нас будет какое-то количество времени от недели до примерно двух. А на подготовку к РМР, думаю, там игра наша будет выглядеть более структурно, нежели сейчас. А расскажи или дай комментарий по проблемам с визами, которые вообще были. Я понимаю, что ты не менеджер, но все равно, я думаю, комьюнити хочет знать, с чем это связано и как это получилось. Получается, когда закончился бэдбум дача 11 декабря, мы все вылетели домой, чтобы делать визы. Мы начали делать, организация во всем нам помогала. Но так как у Бори заканчивался паспорт, а у Дани первая виза, ему 16 лет, возникли проблемы, на которые мы не могли повлиять. И поэтому Даня получил визу за два дня до Котовицы. Бори получил во время Бласта около 25 января. Именно поэтому Даня присоединился к команде за день до игры сегодня вечером. То есть команда сейчас подходит к матчу с Апекс буквально без активной подготовки. Разве завтра, может быть, мы сыграем несколько прагов. Какой у нас план на игру? Что ты думаешь о сопернике? Какие у них сильные стороны? Слушай, мы посмотрели общий рисунок их игры, как они играют, но при этом у этой команды поменялся Капитан. Был Хусан, его забрали в Херойка. Последний официальный матч у них. Они играли в Америке месяц назад. Мы подметили детали именно микро людей, как они принимают решения и общий рисунок игры, потому что вряд ли они будут концептуально все менять. Навяжем определенную динамику, играем по плану. Думаю, что все будет нормально. Какую ждем карту? Эншот, но если они что-то напридумают, может быть, в теории, мираж лебанулось. Четыре часа дня. Мы с Мириком уже на веню, чтобы заранее настроить SSD-шник. Расскажи, как прошел сегодняшний день, что мы делали, какой у нас план сейчас перед игрой с Apex. Так, сбор у нас был в одиннадцать утра. Мы поделали раунды наши, потом у нас было два прака, потом перерыв. И вот мы приехали сюда. А ждания никаких нет, типа, ну Apex комфортный дипс обрядник для нас, поэтому мы будем просто играть свою игру и все. Сейчас нам сказали, что у нас будет минут десять где-то, чтобы побыть в флеер лаунже, потом нас отсюда заберут. Во что хочешь поиграть первым делом? Поиграть? Хочу посидеть. Данек, ты занимался какими-нибудь единоборствами? По мне, я думал, все понятно. Я думаю, что ты жопкий поэт. Ушу из... О, нет, не буду бить. Вы че, роплите? Давай, давай. У меня удар двадцать один примерно из тысяч. Сань, ты бей. Давай, Данек. Я не буду бить. Давай, давай, для влога надо, для влога надо. Ну, пожалуйста. Давай, давай. Сделай, Сань, первое. Мне уже пространство. Ты фоткаешь? Ты фоткаешь? Я снимаю, нахуй. Ой, 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 ой. У-у-у. Я не помню. Мне кажется, второй лучше зашел. Это близко к рекорду. И пей. Бля, страшно, ахит. Главное, правильно кулак поставить. Ну, все. Туда его. Ну что, мы ждем нашу настройку. Все сидят, смотрят Bad Boom Eternal Fire. Болеем за нашего Пашу и за Нафаню. Ну, ты что думаешь по игре, Bad Boom? Ты посмотрел уже несколько раундов. Какие комментарии у тебя есть? Да, слушай, только не у курса готова. Мне кажется, Bad Boom не уверен просто в этой карте. Понимаю. С моей точки зрения, Anubis было бы комфортно играть для Bad Boom. Что, беги, доиграли? Наш матч через буквально 20 минут. Ребятам надо сидеть через 5 минут. Так что последние приготовления и скорость. Нет, не та сторона, не та сторона, Диман. Давай, смотри. Вместе, давай. Вместе. Раз, а ушко. Вот. Вот. И ушко вот тут. Раз. Они просто интернет не раздают. Нельзя. Здесь все закрыто. Странно. Ничего не работает. А если я хочу стрим что-то посмотреть? Не ебёт никого. Один Дозер тоже стрим посмотрел уже. Что было? Заманил. Ну, так. Жмыхло немного. Что ты скажешь тем, кто думает, что осёл онлайнер? Так и есть. На матче всего несколько минут. Дима разминается. Дима, расскажи про свою рутину. Как ты практикуешься перед матчами? Ну, просто захожу, типа Ваймбот, беру АВП и разминаюсь. Чуть-чуть стреляю с АВП, беру калаш. Калашка чуть постреляю. И, конечно же, с Дигула. Да, в антапы нужны все. То есть у тебя нет чёткого там количества ботов, которых надо убить, да? Ну, нет. Перед игрой именно типа на сцене нету, да? А там если условно говорят, до игры, когда мы не на сцене, а ДМ там бить, то есть там 300, там ДМ допустим. И ещё там 500 ботов, допустим, с ЛП. Ну, это всё, для разминки. Ну, как ты? Какие ощущения вообще перед матчем? Пока, да особо никакие. Обычный матч. Сейчас просто поиграем. Ну, типа ничего не жду, просто хочу выиграть и всё, очевидно. Серёга, какой у вас план на игру? Навязать свою динамику, посмотреть, как они будут реагировать на это. Потом посмотрим. Ну, в деталях я бы не хотел вдаваться подробностей. Поляки понимают, когда ты будешь кричать, там, сосать. Это понятно, но я не буду это кричать. Ты можешь кричать, подбадривать и говорить, лежать, я вас не слышу. Спортивное уважение, Данил. Вот выйдем на сцену, Дань, там хоть откричись. Да? Да, кстати. Данил, что слышишь? А там есть дымок? Пошёл по комнате. Я тебя не слышу ни хуя. Настраиваться на игру. Тюлени. Эй, кто тюлень? Я когда вырасту, я стану скуфом явейшим. Я просто квадратным взять скуфом буду. Что такое скуф? Это типа мужик подпевался или что? Да, да, да. Люботяга. А, так это жизнь наша. Да, да. Лёнь, давай сыграем с тобой в игру. Вот это место называется «Холл Героев». Тут плакаты победителей А.М. Катовица. Давай посмотрим на эти плакаты и поймём, прочь кого ты играл из них. Я вроде всех играл. Вот с той стороны. Да я кроме всех, кроме трёх первых, мне кажется, здесь играл. Охуенный стикер. Охуенный. Я тоже так думал. Николаш называется. Короче, когда я играю в компьютерные игры, у меня потеют ладошки. И когда у меня потеют ладошки, я глажу. Они ж тут кричали. Я самый ебейший скуф джуньор. Тип. Любимая игра у этих чуваков 2-3 ends. Сначала по их игре. Три играют спитвей, они смог тэшку не дают. При бете, чувак, который первый выходит в сотку, он кидает с двух пальцев флешку, которая летит над пончиком. Те надо лицом вниз бежать. Окончание любят три тэшка, два банана. Самое любимое окончание. Комбита есть раун. Есть Хероик, есть на пятерых делают. По поводу КТ они много играют 3-2. Навк может редко начинать на базе. Задача запиздиться в спитвей. Смаки они особо не считают. Ножи? Ножи, да. Смотрите, могут делать агрессивные мувы в штанах. Из каких-то еще комбин, но мужиками привязаны к тому, что в девять. Ну что, пацаны? Важный турнир. Серьезный настрой. То, о чем сегодня мы говорили. Стремимся к победе, но не фонимся на это. Просто на фокусе, на спокойствии, чтобы не происходило в игре, делаем свою работу. Общаемся, доверяем друг другу и играем контра полно. Три-ти-ти-ти-ти-ти! Три-ти-ти-ти-ти-ти! Его смешно не спасает. Это не так. Нужно спешить их. Затем не бежать к первому 치ку Апекса. И это закончилось. Вроде не можно ничего помочь. Абсолютный масса, Ань-зерова. Возвращаем, как бы с Тим-спиритом с Донкой и Широ, вместе она supporter. Вдругим нашам первое вкусное. И эта новая энергия, секретная рецепия, помнил очень, как Тим-спирит. Так, прошел первый игровой день, Сереж. Матч с Apix прошел полностью под нашу диктовку. Расскажи, почему так получилось? Да, получилось выдать хорошую игру. Вообще, в целом, нашей команде пока что после выхода из отпуска, когда у тебя малого количества официалок, которые хотят в Best of 1 играть, как в Нэра Мэри, как здесь в Котовице первый раунд, важно сразу включиться и чтобы не было мудража. Сегодня получилось справиться с эмоциями и сыграть свой каэрс. То, что мы обсуждали и готовили под Apix работу, парни показали хорошую индивидуальную игру и, в общем-то, все сложилось. Очень много внимания уделяется сейчас Дане. Камера, Мэн, ESL за ним ходят, все, наверное, к СМИ попросили у него интервью. Как-то команда работает над этим? Да, в общем-то, мы обговорим это и все понимают, что Даня на хайпе. Даня показывает крутые цифры, при этом ему нужно оставлять холодную голову, держать баланс и в дальнейшем интервью будет появляться не только Даня. Сто процентов. На самом деле, сегодня уже Дима был. Да, я понимаю, Дима тоже только влюбился, коллектив его так же, как и Даню, хотят чуть больше, чем остальных, но при этом должно быть немного иначе. Сегодня вообще было несколько удивительных результатов на турнире. Наверное, тот, который больше всего нас затрагивает, это то, что Фурия проиграла Монголс. И поэтому Монголс будут завтра нашим оппонентом. Что можешь о них сказать? Слушай, Монголс играли год назад на Катавице, они практически вышли из группы, они прошли плей-инк. И тогда мне команда видела с такой, что у них сильный АИМ, при этом много прямых раундов, что они играют довольно прямолинейно и все там довольно понятно. При этом демки, которые мы смотрели сейчас, ребята не играют так, как играли год назад. Видимо, много работали над плей-стайл. Команда играет много дефолта как раз, они довольно агрессивны в своих зонах, при этом есть определенные пробелы, которые мы постараемся воспользоваться. Кто у них самый опасный игрок? Самый опасный, но вот там новенького парня они взяли, молодого. Довольно сильно попадает. И у них хорош Блиц. Блиц, мне кажется, если у него, допустим, все неплохо с английским языком, он может заиграть в Европе. Он у них капитан, при этом играет по роли человека, который дает Space. У него очень хорошая механика. Какую карту ты ожидаешь завтра против Монголса? Я думаю, что они пикнут Overpass. Мы пикнем вероятно Ancient. А третья будет Mirage или Anubis. Вряд ли будет Nuke, потому что они его забанят второй волны. Новый день, новый матч. Надеюсь, сегодня последний день плей-инга для нас. Играем против команды Монголс. Димас, расскажи, как прошел пока что наш день? Я проснулся, улыбнулся и пошел играть в КС. Лучший. Разбирали игру или индивидуалку делали? Да, разбирали. Разбирали, посмотрели, индивидуалку сделали. Все, все как надо. Какие тенденции можешь подметить в игре оппонента? Все понятно. Все понятно. Это прекрасно. Всем здорова! Это мой влог! Как оффнуть? Присаживаемся в автомобиль командно. Я контентмейкер Team Spirit. Слава артисту. Что вы скажете, Леонид? Слава артисту. Замечательный человек. А про игру? Новая или старая? Против Монголс. Против Монголс. Будем играть и играть. Как тебе? Да, убить. Да, убить. Как твое утро началось? Хорошо. Я проснулся, открыл глаза. Узучил соперника? Сходил в душ. Да, вечером изучил соперника подробно на карте D Overpass, которую они скорее всего выберут. 52, 21 или 73? 73. Все, ладно. В сердечке? Да. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот не знает. Ребят, я старался для вас, для вас зрители мои, и вас очень люблю. Ценю вашу поддержку, любовь и то, что вы делаете для нас, это невероятно важно. Спасибо. Согласен. Как настроение перед матчем? Хорошее. Хорошее? Да, хорошее настроение. Я вижу, у тебя интересный есть шокер, покажи его нам. Да, это мой шокер, это мне подарили. Ребята подарили. Леня шокер. Какая его история вообще? Я не знаю, мне подарили просто. Понял. Ребята на Новый год. Посмотрим. Дядь, 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 дядь. Тут же упор. По трем. Лень, спрашиваю у тебя про твой скаутский талант, что ты можешь о нем сказать? У меня есть, короче, прога. Я ищу талантов на Фейсити. Потом я с ними лично общаюсь, я их обучаю всему, всему лучшему. Это все я в Тимспире делаю. Вот. И никто больше не работает столько с молодыми, сколько я. Вот. И, блин, я вообще лучший, нахуй. И так, мы уже на Venue, идем настраиваться. Данек, сколько времени у тебя занимает настройка, примерно, своих девайсов? Ваня, настройка вся? Угу. Да, как бы не слой. Короче, фраза, это обхуй. Взяли, не стоит оскорблять. Здесь админы уже говорят, это является проблемой. Ладно. Оскорбительно, не крича, а так и башев просто. Если что, мы оплатим. Но поменьше старайся. Смотри, подойди. Видишь, у меня тени какие? У группы моделей. Как их убрать? Так это... Ты резолюшный менял? Ну, это вообще вот эта тема. Вот эта? Да. А что она делает? Ну, в CS GO без нее играть на таком резолюшне было нереально. С этой темой, у тебя модельки более контрастные. А, да нет, нахер не надо. Мне главное, чтобы теней не было. В CS 2 похер. Я просто представляю, что дым идет... А за ним вот реально дымот полетает. Это из-за游а контраста? Да. А зачем мне, чтобы за ним шел дымот? У нас чисто мини-рубрика уже Настройки CS 2 с Мирославом. Как называется эта настройка? ВУС ПР контраст. Дим, на бай раундах любит 2 ВП, И любимый мук у них прыгать в зиму. С ВП, с кольтом, и так далее. Когда на базу выходит, всегда пришевайте линзи. Чувак два раза был на четвертом, он садится либо в ниндзю, либо под коврами. Это техно садится. Понятно, да? Пацаны, короче, продолжаем работать, продолжаем развиваться, продолжаем делать то, что мы делаем, независимо от того, против кого мы играем, где мы играем, никакого там дизреспекта, респекта, вообще похуй на это все. Делаем свое, делаем нашу игру, как мы это делаем обычно. Что бы ни происходило в игре, играем спокойно, четко, уверенно. И самое главное, все вместе, общаясь, поддерживая друг друга, играем, как Team Spirit. Team Spirit! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Плюс они то ли сейчас все тоже не сыграны, там как мы в некоторых моментах, то ли что, они не знали, что сделать в игре. И поэтому получилось там 13-0. С монголами же получилось так, что мы проиграли важные раунды, где у них чел один себя вызывал, два раунда. Там был счет 4-0 или 4-1, что-то такое. И мы проигрываем ЕГЭ, это резкий мид. А мы знали, что прямо они вот так делают. Только так, типа. Что они выбегают в пятером, и сразу раз от А в пятером в пончик. И мы от этого не отыграли. Ошибка игрока там на миде, да, была. Нам сразу с ноутболом, у нас мало денег. Мы еще попытались выиграть плач, возможно, плохое решение, но у нас было все, чтобы выиграть его. Но пока что по микре такие вещи мы не смогли обыграть. Затиров, все нормально. Потом мы, думая, что... Короче, мы на самом деле пробили просто монету. Ну, типа, такой а-ля, типа, let's go, бэшку залетим. Там просто, типа, встали втроем и дали нам люлей, и все, мы такие, ага. Было два шанса идеально сделать сюда допах. Мы были 5-4. Есть кол, что делать? Я говорю, там 4 пончика. Ну, типа, мы понимаем, что один останется, они любят двигаться. Я говорю, 4 пончика, сейчас его зажмем. Я сам под ним подхожу в штаны упор. И у нас просто в ТСе пацаны другое решение. Говорят, давай в 2МТ-шку отобьем. Паду в 2МТ-шке от Чела, хотя им надо пойти в пончик просто одного на загнать. Понял. Ну, кол не послушали. Короче, в микромоментах получается так, что мы допустили ошибки. Из-за этого получилась тяжелая игра. Плюс у нас был типа план по игре. Но исходя из того, как они играли, я как капитан и там где-то, ну, Серега это понял тоже. Ну, короче, мы с Серегой поздно поняли, как их по-другому переграть. Будем играть, тренироваться, разбирать. Сейчас пойдем разбирать сразу эту демку, да, после игры решим. И я думаю, что на самом деле, из-за того, что вот я начал МР-13, если будут люди задавать много вопросов, которых мы не знаем ответа в игре, то будет... Игра может быстро закончиться. Да, в общем, быстро закончится, да. То есть буквально 1-2 ошибки и все. И ты укатил, ну, тебе сбросили экономику, ты такой, все, не постреляться больше. Наша задача это смотреть демки, разбирать, улучшать то, что у нас есть, добавлять больше ответов на то, что делают соперники. Мы стараемся много играть. И в данный момент, я думаю, должны играть как раз за счет того, что у нас должна быть хорошая форма. Да. И в микре стараться делать меньше брак. Окей. Еще пара вопросов таких неигровых. Расскажи про интеграцию Димы в команду. Как он влился, какие... Какое влияние он имеет вообще на командную структуру, на взаимодействие в целом между вами? Ну, Дима пока еще вливается, если говорить внутри игры. Мы стараемся делать так, чтобы он влился в нашу игру. И в тот же самый момент его знания мы стараемся переменить. Сейчас пока что это все находится на стадии постройки. Но в общем целом, тиры с игроком с авиком вообще. Даже если там сейчас какие-то... У него где-то нет игры и прочее. Как разыгрывать плач, доиграть ситуации и прочее. Это тот человек, который нас, наверное, даже учит этому всему. Он на самом деле очень много вещей принес, особенно для меня, как для капитана. И я только... Мне только вообще в кайф играть с таким человеком, как он. И последний вопрос, перед тем, как пойдешь смотреть демку. У Дани фантастическая стата. Очень много внимания к нему приковано. Челс камеры из ESL ходят за ним просто по пятам. Все какие-то медиа, СМИ хотят взять у него интервью. Насколько это сказывается на нем и на команде вообще? Ну, из того, что я вижу, на самом деле ему пофигу. Конечно, есть то, что он привык по-другому делать. Он любит много кричать, там, даже где-то оскорблять соперников и прочее. Может быть, не сильно, типа, ну... Он еще молодой пацан, который играет на эмоциях в данный момент, я думаю. Но при этом при всем, типа, вот там какие-то там... Что-то люди пишут, недовольны и прочее. На самом деле, посмотреть разницу вместо «Буду-бум-дачи» и здесь уже две игры мы играем. Не знаю, я ощутил большую разницу. Понятно, что он не может это сразу все искоренить, там, прочее. Но он уже... Он такой, так, окей. Мне тут, там, сказали что-то не делать. Тут он, типа, уже такой, короче, апается в этом. Спокойнее, да? Да, он уже становится спокойнее. И он уже по-другому начинает свои эмоции выплескивать. А по поводу внимания к нему, мне пофигу, типа, что ходит снимать. Я, наоборот, рад, что есть у нас в команде игрок, маленькая звездочка, за которой там все смотрят. На тебя меньше смотрят, типа... Отлично. Ну что? Тогда сейчас мы уходим на двухдневный перерыв. Будем тренироваться, готовиться к основной стадии Катовицы. Нашего соперника мы еще не знаем, но скоро узнаем. И матчи с ним мы будем освещать в следующем влоге. Всем спасибо.